Всем привет! С вами Анастасия Кривицкая, и в этом видео я хочу показать вам модные, стильные, но при этом комфортные и носибельные схемы образов на каждый день, которые помогут в реальной жизни выглядеть еще красивее и лучше. Надеюсь, такое видео вам понравится. Начнем! Итак, первый образ достаточно простой, но при этом стильный и актуальный в 2021 году. Это широкие брюки, которые сейчас на пике популярности, и свободный свитер с высокой горловиной, который уже считается базовым в гардеробе на холодный сезон. К образу я обуваю кожаные кеды, которые, несмотря на то, что это кеды, очень теплые, и я запросто их ношу при температуре плюс 5 градусов. О прелести данной модели брюк я уже не раз говорила. Они прекрасно смотрятся на любой фигуре, стройнят, скрывают недостатки, вытягивают силуэт. И к тому же очень стильно смотрится как в сочетании с кедами, так и обувью на каблуках. А еще я люблю раннюю весну за возможность все еще носить эти уютные теплые свитера, особенно в сочетании с пальто и кедами. В первом образе у меня также получилось красивое сочетание цветов небесно-голубого и темно-синего. Свитер и белые кеды здесь акцентные элементы и хорошо дополняют друг друга. Так что если у вас есть похожие вещи, похожего фасона, смело используйте эту модную схему. Во втором образе я использовала два любимых стильных приема, которые часто обыгрывают в своих луках. Первый это два верхних слоя в одной цветовой гамме, а второй это сочетание оттенков бежевого и кожи. Всегда беспроигрышный вариант. Чтобы лук не получился слишком вычурным, я добавила грубые массивные челси. В этом образе собрала также волосы в пучок. Так лучше видно шею, которая сливается визуально с верхним слоем и визуально вытягивается. Пучок обыграла трендовым аксессуаром в цвет жакета в виде резинки. Также сверху смело можно добавить яркие аксессуары, так как бежевый цвет сам по себе спокойный, нейтральный и сдержанный. И местами даже хочется придать чуть больше яркости. Получился такой контраст стилей, маскулиность и грубость снизу и классика нарядность сверху. А выходя на улицу, я добавлю шарф Бёрбери, который идеально сочетается с данным луком и пальтом. Добавлю черные классические очки и сумку с трогой каркасной формой в цвет пальто, чтобы сохранить это сочетание бежевого и кожи. Ведь в этом и задумка данного образа. Кто там просил показать образы с юбкой? Ловите! В повседневной жизни, если честно, я редко ношу юбки, так как это не всегда удобно. Но этот лук комфортный, теплый и стильный одновременно. Идеально на раннюю весну. Итак, юбка длины миди на запах, свитшот в цвет юбки и высокие сапоги. Высокие сапоги заходят под юбку, а это еще один стильный прием, который к тому же не позволит замерзнуть. Когда погода еще не совсем понятная, то холодно, то жарко. Свитшот разбавит элегантную юбку и поможет создать современный casual образ, но с ноткой женственности и нежности. И вот такой красивый и необычный образ получился. Наверх я накидываю темно-синее пальто и смотрите, здесь задействован еще один стильный прием. Монохромный образ на контрасте с пальто создает параллельные линии, а это позволяет вытянуть силуэт, о чем я вам рассказывала ранее. И вот третья модная схема, тоже достаточно простая, но при этом смотрится очень интересно, стильно, современно и актуально в 2021 году. Четвертому образу я придала немного официальности за счет белой классической рубашки. Но поверх рубашки накинула трендовую жилетку, которая не только вносит модную нотку, но также служит как дополнительный теплый слой, который согреет. А если станет жарко, всегда можно его снять. В этом и прелесть многослойных образов. Сюда же я решила добавить еще один трендовый аксессуар в виде грубой цепи, чтобы разбавить достаточно сдержанный верх, но как видите ее совсем еле заметно, поэтому можно в таком образе смело идти в школу или на работу. Снизу основной акцент на себя берут самые трендовые джинсы white leg, которые красиво ложатся и прикрывают классические ботильоны с острым носочком. И из верхней одежды я надела модную стеганую куртку. Она комфортная, практичная и очень легкая и тонкая, но в то же время очень теплая. Прекрасный вариант на весну. В целом образ получился в стиле темный низ, светлый верх. Широкие джинсы прекрасно странят и вытягивают рост, а многослойность сверху придает стильную изюминку. Такой себе сдержанный, но при этом модный образ, который прекрасно подойдет на учебу или работу. Ловите еще один образ юбкой, в этот раз с красивой шерстяной юбкой в гусиную лапку. Этот модный принт вне времени. Сверху я снова использовала тот же стильный прием, два верхних слоя в одном цвете. Дополнила золотыми украшениями, которые красиво выделяются на черном фоне. И обула грубые челси, чтобы сбалансировать два стиля и образ получился в стиле casual. Также обратите внимание, здесь я надела темные колготки, так как они сливаются с ботинками и верхним слоем. Поэтому образ смотрится гармонично, а ноги визуально стройнее и длиннее. Колготки в телесном цвете именно в данном образе были бы неуместны, так как визуально резали бы ноги. О колготках, кстати, я рассказывала вам в одном из видео, поэтому оставлю на него ссылку в описании. Вот такой вот стильный и простой образ получился с акцентом на юбке. Следующий образ вы наверняка видели в моем инстаграм. Это комбинация широких джинсов, облегающего топа, в моем случае это боди в телесном оттенке, и кожаного жакета. Жакет полуприлегающего фасона, который здорово подчеркивает талию и создает силуэт песочных часов. А джинсы в тон жакета продлевают этот силуэт. Я часто использую боди в своих образах, так как оно красивое, подчеркивает фигуру и придает женственности и элегантности. Но при этом всегда прилегающие силуэты я компенсирую свободными фасонами или даже оверсайз фасонами. В данном случае это джинсы и тренч. Так образ выглядит современно и актуально. Следующий беспрогрешный образ в мире современной моды это классический костюм в сочетании с белой футболкой или рубашкой и кроссовками или кедами. У меня костюм в бежевом цвете, прямые брюки в классической длине и прямой удлиненный жакет. Чистая однотонная футболка, но интересные и яркие кроссовки на массивной подошве. Такой образ всегда смотрится великолепно. И если не знаете, как просто и стильно преподнести себя, надевайте костюм с кедами. Поверх я накинула пальто и, как видите, образ прекрасно смотрится как с пальто в тон, так и контрастным пальто в темно-синем цвете. Напишите, кстати, в комментариях, с каким пальто вам понравился образ больше. Итак, в этом образе я снова надеваю уже полюбившиеся мне white leg джинсы. Любимые кроссовки, которые настолько удобны, что я будто в них парю. И также худи. Худи здесь будет главным элементом, потому что образы с худи супер актуальны в 2021 году. Но мне, как всегда, хочется добавить классическую нотку в образ в виде жакета, например. Во-первых, так будет намного теплее, ведь погода весной очень переменчивая. А такие многослойные образы помогают чувствовать себя комфортно, ведь можно как снять один слой, так и легко его надеть. А во-вторых, так образ будет выглядеть более стильно. Наверх накидываю пальто на запах и беру с собой сумку бочонок. И вот такой вот интересный, комфортный, модный образ получился. Образ, который прекрасно впишется как и на работу, так и просто на прогулку в парк, например. В нем легко и свободно передвигаться по городу, он прекрасно подходит большинству и его запросто повторить в повседневной жизни. Очень советую примерить такую модную схему. И последняя схема стильного беспрогрешного образа, который уже считается классикой в casual стиле. Это джинсы мам, футболка, жакет и кеды. Здесь уже не важно, какого цвета будет футболка, жакет или джинсы. Сама эта комбинация, это беспрогрешный вариант, стильного, комфортного образа на каждый день. Я задействовала тот же прием с верхними слоями, которые в одном цвете. И так как образ получился очень простой и сдержанный, смело добавила яркие украшения. Кольца, серьги, массивный цепь, часы, очки не будут здесь лишними. Также предпочла низкий пучок, который помогает приоткрыть шею и сделать образ более изящным. Добавила сумку шоппер, которая сливается с верхним слоем и дополняет, а также структурирует образ. И обратите внимание также, что когда джинсы укорочены, важно приоткрыть щиколотку максимально. Поэтому я выбрала кеды. Можно также кроссовки, лоферы, мюли идеально подойдут. А если на улице прохладно и требуется закрыть ноги, то закрывайте их полностью. Берцами, челси, ботильонами с высоким голенищем. Или, например, кроссовки с высокими носками, чтобы не резать визуально себе рост. Ну а если в данном образе заменить обувь на более женственную, на каблучке, например, то смело можно отправляться в таком образе на вечеринку после работы, например. На этом это все образы, которые я хотела вам сегодня показать. Пишите в комментариях, как вам такое видео, снимать ли продолжение. Какие схемы ваши любимые и какие чаще всего носите вы. А с вами была Анастасия Кривицкая. До скорых встреч. Пока!